всем приветствую на своем канале сегодня на ремонте телевизор goldstar модель cf20d70b шасси mc41b данный телевизор не включается при включении в сеть вообще не подавал никаких признаков жизни индикатор питания не горел и при разборе телевизора имеем вот такую картину здесь должна была быть микросхема strs 6707 телевизор разбирался но принципе ремонту не подвергался следов пайки не имеется сейчас необходимо будет выпаять данную микросхему перед началом разряжаю конденсатор c817 220 микрофарад на 450 вольт так как предохранитель как ни странно цел предохранитель скорее всего меняли после того как пробило микросхему проверяю предохранитель как видите он исправен должен был установлен на 4 ампера в принципе предохранитель также установлен на 4 ампера вот так вот выглядит внутри микросхема общего кристалла здесь нету и по сути себя представляет гибридную микросхему то есть все транзисторы здесь резисторы и ду диоды отдельными компонентами ну и вот она сам даже видно саму плату медные дорожки скачала схему на шасси mc41v и получается от сетевого шнура до диодного моста все было исправно как сам как сам диодный мост резистор r821 также исправен предохранитель исправен это связано с тем что на конденсаторе был заряд ну и давайте рассмотрим что же необходимо сейчас будет проверить а необходимо будет проверить в первую очередь сгорает резистор r826 на 18 ом проверить диоды D816 D815 также проверить транзистор D805 стабилитрон ZD811 ну собственно все диоды необходимо будет проверить также проверить резистор r827 на 0.33 ом а почему же сгорает данная микросхема то есть пробивает ее пробивает ее из-за вот этих вот конденсаторов когда они теряют емкость собственно выходит из строя и микросхема ну что же давайте проверим диоды так вот этот диод к сожалению я не вижу D814 проверяю так все нормально так диод D814 с него идет именно сетевое напряжение для старта микросхемы STR S6707 далее диоды D816 как видим D816 пробит диод D815 D815 в принципе в норме далее стабилитрончик находится он здесь вот у транзистора вот он он проверяем проверяю его так как видим он пробит диод D812 как бы в норме диод D810 пробит диод D810 пробит так диод D819 также пробит ну и транзистор U805 так собственно и на нем также пробой далее резистор R826 в обрыве и резистор R827 на 0.33 Ом он исправен почему именно эти транзисторы это все потому что они имеют довольно низкое сопротивление и сгорают в первую очередь остальные же имеют сопротивление в несколько кило Ом собственно крайне редко они выходят из строя и так сейчас выпаю я все неисправные элементы и после этого вернусь к вам устанавливаю за место неисправных деталей другие ставлю D810 далее устанавливаю стабилитрон на 6.8 вольта это у нас ZD811 устанавливаю диод D816 резистор R826 ну и транзистор Q805 транзистор абсолютно такой же да собственно и диоды подбираются ближайшие аналоги ну либо такие же берутся и сейчас необходимо будет установить на место микросхему предварительно предварительно нанеся на нее свежую термопасту ну и необходимо будет сейчас проверить конденсаторы C826 10-20 микрофарад 35 вольт C820 10 микрофарад 100 вольт C825 47 микрофарад 35 вольт так C826 имеем емкость 53 микрофарада имеем емкость 53 микрофарада ну а должно быть 220 C825 ну здесь вообще ну здесь вообще емкость не показывает но скорее всего это связано с тем что я уже установил микросхему а там у нас и диоды и резисторы идут собственно пока на это показания внимания вообще не обращаем и C820 ну здесь у нас 9 микрофарад 5 Ом ну собственно в любом случае я данный конденсатор поменяю поэтому сейчас необходимо будет выпаять все конденсаторы смотрим конденсатор так то ли он в пробое находится да конденсатор у нас просто находится в пробое то есть скорее всего пробило обкладки данного конденсатора давайте давайте просто проверим его мультиметром да конденсатор в общем пробитый поэтому поэтому он себя так и повел при проверке далее сейчас я так также все отлично так диод D805 все отлично и диод D801 тоже все отлично то есть если посмотреть по схеме проверял на диодах на диодах D801 D805 D805 D807 здесь еще идет D806 ну и также проверю и транзистор строчной развертки проверять необходимо переход коллектора эмитер все нормально теперь можно будет пробовать запускать данный телевизор первое включение я буду производить через лампу накаливания включаю телевизор в сеть смотрим лампа накаливания горит практически в пол накала растр имеется сейчас необходимо будет протестировать какое-то время телевизор дальше я буду проверять конденсаторы во вторичной части блока питания так ну и C827 вот он конденсатор по всей видимости 100 микрофарад на 160 вольт потому как как видим пленка здесь уже вся слезла не нравится в общем по внешнему виду данный конденсатор также проверю конденсаторы в обвязке микросхемы кадровой развертки во время проверки обнаружил неисправные конденсаторы C303 в обвязке кадровой развертки 100 микрофарад на 35 вольт имеет емкость 60 микрофарад далее C414 идет с ТДКС на две микросхемы LDO стабилизатора 78 12 ну и дальше 78 09 то есть вот они две микросхемки 330 микрофарад на 25 вольт ну и емкость 100 микрофарад на данном конденсаторе C412 по питанию микросхемы кадровой развертки 470 микрофарад имеем 300 микрофарад ну и конденсатор по питанию видео усилителя 10 микрофарад на 250 вольт имеет 1 микрофарад емкости сейчас я поменяю данные конденсаторы ну и собственно телевизор будет полностью исправном состоянии то есть ремонт на этом завершится снимать замену конденсаторов на видео я не буду также также еще при проверке обнаружил конденсатор по линии б плюс ну тот который показывал который изначально мне не понравился по состоянию у него отгнил один вывод вот такое количество запчастей осталось после ремонта микросхема стрс 6007 у нас стоит где-то около 600 рублей за штуку поэтому оставляю в описании ссылочки на данную микросхему там за 5 штук где-то стоимость 300 рублей ну и вот такое качество изображения ремонт можно считать завершенным всем кому понравилось ставьте лайки подписываемся на канал всем спасибо за просмотр до свидания